Всем привет, вы на канале Едим, а едим у нас сегодня отходы от раков. Ну, не отходы, а остатки того, что нельзя употреблять в пище. То есть, панцирь, грубо говоря, да? Поэтому, для того, чтобы не выкидывать такое большое количество раков, так как у раков очень большой процент отхода, приблизительно около 70%, то есть, при покупке раков весом в килограмм, вы оттуда съедите, ну, максимум 300 грамм, при условии, что раки будут большие. Если будут раки маленькие, которые по 3, а не по 5, то там, наверное, будет вообще процент отхода, наверное, 75-80%. И для того, чтобы это всё дело не выкидывать, есть один способ, как это дело можно применить в кулинарии. Я назвал это раковым биском, так как это основа для, например, соуса ракового, для супа ракового, или основу можно это добавлять в любые блюда из морепродуктов, для усиления вкуса. Сегодня мы будем с вами готовить раковый биск. Ну всё, поехали. Ну, для ракового биска, само собой, у вас должно быть куча отходов. Причём вот эти все отходы у меня получились с 1 килограмма 200 грамм раков. Посмотрите, какая куча. Съел я оттуда совсем очень-очень мало. Ну, вы можете посмотреть в предыдущих 2 видео, и всё, увидите, какие рецепты можно делать с раками. Также нам понадобится морковка, лук и немножечко томатной пасты. Томатная паста нам нужна чисто для цвета, она вкус практически никакой не даст. Даже не практически, вообще никакой вкус не даст. Поэтому просто всё это высыпаем в кастрюльку. Закидываем туда также овощи. Заливаем всё водой. Воды прям наливайте прям по полной. Рецепт, в принципе, очень лёгкий, не требует большого внимания. Сейчас мы всё закинули в кастрюльку, налили воды, закинули овощей, и теперь включаем газ на полную, доводим до кипения. После того, как у нас всё закипело, добавляем немножечко томатной пасты. Томатная паста нам нужна для цвета, а не для вкуса. Ну и для более насыщенности самой добавки. Ну и пускай она там утонет, она потом сама по себе разойдётся и приобретёт небольшой такой розоватый цвет самого соуса. После чего уменьшаем практически на минимум и начинаем потихонечку-потихонечку медленно, но верно выпаривать воду, грубо говоря, да? Для того, чтобы у нас бульон был концентрированный, насыщенный именно вот этим раковым вкусом. В принципе, у нас практически всё выкипело. Как видите, в кастрюльке полкастрюли выкипело, да? И остальное занимают раки. От этой шелухи, которая нам теперь больше не нужна, надо будет избавиться, то есть выкинуть её в мусорку. После чего полученную массу надо будет процедить через мелкое сито для удаления мелких частиц. Как видите, там их много, даже сито сразу всё не пробивает, не пропускает воду. Вот у нас получается основа такого цвета. Ну вот, наш раковый бис готов. Время занимает, конечно же, продолжительное количество, но оно стоит того. Этот биск раковый можно просто-напросто перелить в контейнер, как я буду делать, и заморозить его в морозилке. В любой момент можно отколоть небольшой кусочек и добавить его в блюда с морепродуктами. Также из этой основы можно делать спокойно суп раковый, пюре, крем, и можно также сделать какой-нибудь раковый соус. Давайте попробуем по вкусу его. Цвет, конечно, может быть у него неприятный, но как добавка вполне себе достойно. По вкусу, просто вкус раков. Больше ничего. Отлично будет сочетаться в какой-нибудь пасте с морепродуктами, с рисом морепродукты. Везде, где идёт рыба или какие-нибудь морепродукты, будет просто отличным дополнением к этому блюду. Всё, всем, кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. А мы с вами увидимся в следующем видео. Я вам покажу, что можно сделать с этой основой. До новых встреч! До новых встреч!